здорово народ всем привет сегодня мы будем монтировать завершающую часть нашего забора на новом участке и как вы могли понять из названия к сожалению будем делать его из профлиста почему узнаете дальше ну погнали в прошлый раз мы сделали фасадную часть забора которая выходит на дорогу на новом участке кто не знает недавно мы купили продолжение нашего основного участка через аукцион ссылка на это видео будет в описании и фасадную часть забора мы сделали из металлического штакетника мы не стали делать деревянный забор потому что это занимает много времени а на этом участке нам нужно сделать забор максимально быстро и желательно долговечно приложив при этом минимум усилий металлический штакетник отлично подходил под эти условия единственное что с него пришлось снимать пленку долго и муторно видео про этот забор фасадный можно найти тоже в описании а в будущем на этой стране должны будут быть ворота и въезд но пока что мы этот участок детально не распланировали поэтому оставим это все на будущее но не фасадную часть забора мы решили делать из профлиста во первых с этой стороны у нас прогон люди несут сюда ветки мусор ходят светят фонарями постоянно хотелось немножечко от этого отгородиться во вторых простота монтажа профлист монтируется очень быстро и легко один лист прикрутил и уже метр забора готов ну и его долговечность покрытие не нужно красить не нужно обновлять стоит и стоит все кусок металла но к сожалению в таком заборе нет души ну еще и с этой стороны у соседа профлист с этой стороны у соседа профлист ну и мы поддались веянию этой моды и взяли себе профлист если честно металлический штакетник было бы дорого и трудоемко деревянный штакетник тоже а металлическую сетку мы даже не рассматривали потому что это ну какой-то загон для овец получается ну что ж приступаем к монтажу здесь у нас 35 метров забора будем ставить столбы и для начала пробурим лунки работаем по нашей стандартной схеме лунка диаметром 200 миллиметров и глубиной 1 метр на каркас забора используем профильную трубу 50 на 50 с толщиной стенки 2 миллиметра и высотой 3 метра предварительно выкрашенную снизу краской забиваем столб по уровню еще примерно на 20-30 сантиметров грунт у нас примесью глины поэтому применяем технологию бутования столбов не будем рассказывать про все технологии которые бывают но скажем так что на наших грунтах заливка столбов бетоном не работает а вот бутование отлично себя показала уже на четырех наших заборах между первым и последним столбом натягиваем веревку и по ней будем устанавливать остальные столбы границы нашего участка были помечены кадастровым инженером шаг установки столбов делаем в 3 метра по отвесу от натянутой веревки находим центр и бурим лунку в лунку засыпаем щебень фракции 5-20 и послойно трамбуем чем меньше фракция тем плотнее трамбуется щебень не задерживает в себе воду и не будет стараться сжать и вытолкнуть столб наверх при морозном пучении щебень для установки столбов мы всегда заказываем в мешках они мобильные их легко переместить к месту использования и не нужно ничего копать - послойно-по отставим-песлов до форма -кулевые мотор Were когда мы делали наши первые заборы мы корячились вот этим вот ручным маленьким буром и это была просто адская работа много времени уходило чтобы пробурить одну лунку и она была маловато для бутования щебнем я долго мучился пока не стал работать нормальным мотобуром шнек диаметром 200 миллиметров и есть удлинитель чтобы бурить еще глубже если грунт податливый лунку можно пробурить за несколько секунд бур очень мощный нужно держать его крепко чтобы не накрутила он сильно облегчая задачу особенно если нужно пробурить большое количество лунок за один раз установили сейчас все столбы и так приятно на самом деле что все они стоят по прямой без изгибов без калиток без ворот это было так быстро и так несложно из трубы 40 на 20 делаем перекладины прошлый раз мы взяли толщину стенки 2 миллиметра и очень пожалели толстый металл тяжело пробивать саморезами а для перекладин не нужна такая толщина она не добавляет никаких преимуществ и лучше брать металл тоньше перекладины я привариваю потому что я умею и могу а если вы боитесь сварки и вы богач можете позвольте специальные крепления которые бывают для крепления этих перекладин называется это крепление кронштейн соединительный для забора и монтируется она обычными кровельными саморезами или любыми другими какими будь саморезами стоит например на 150 рублей за штучку что на наш забор выходит аж четыре с половиной тысячи рублей в предыдущих наших роликах про заборы постоянно спрашивают а чё как ты вот ты варишь а нам что делать мы не умеем варить вот для вас есть специальные крепления пользуйтесь подрезаем столбы по уровню и покрываем краской по металлу вообще по уму по разуму сначала нужно прогрунтовать металл но мы сразу используем краску 3 в 1 закрываем столбы заглушками от атмосферных осадков так ну что вот он наш проф лист толстенный тяжеленный c8 с толщиной стенки 0 45 миллиметров и с двусторонним покрытием первый лист выровняли по пузырьковому уровню и закрутили на саморезы длиной 19 миллиметров мы не стали натягивать никакие веревки просто крепим листы по уровню а лист фиксируем струбциной в один лист вкручиваем саморезы с шагом в три волны в будущем если понадобится можно будет добавить саморезов но мы не видим в этом никакой нужды а лист держится крепко и по ветру не шатается максимально разрешенное расстояние между саморезами 500 миллиметров листы между собой мы соединяем саморезами но делаем это в волну чтобы лист не топорщился и плотнее прилегал к предыдущему но такие саморезы будут всегда на виду и будут бросаться в глаза можно соединять листы заклепками можно соединять листы под волну если у вас такой же профиль проф листа и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...